Так, запись пошла. Здравствуйте, уважаемые партнеры. У нас сегодня большая тема. Она очень такая классная у нас сегодня тема. Возможности бонусной системы UDS. И я расскажу в этом вебинаре именно о новых возможностях. О том, что у нас вчера на этой неделе вышли обновления, которые эти возможности расширяют. И в принципе вы уже многие знаете, что это за обновление. И я бы хотел рассказать, почему мы его сделали и к чему это обновление будет у нас приводить в дальнейшем в развитие нашего продукта и в его распространение. И это обновление – это списание бонусов по номеру телефона. То есть до текущего момента по номеру телефона можно было проводить оплаты, но только с начислением бонусов. То есть если клиент не скачал приложение, то он просто подходит к кассе, называет свой номер телефона и по этому номеру телефона ему начисляются бонусы. При этом мы решили сделать так, что теперь и по номеру телефона доступно и списание бонусов. То есть можно назвать номер телефона и списать накопившиеся бонусы. То есть в принципе не используя мобильное приложение UDS. Эта функция включается опционально, то есть по собственному желанию собственника бизнеса. По умолчанию, конечно же, эта функция выключена. То есть и в дальнейшем я вам расскажу, что мы не рекомендуем эту функцию включать без особой необходимости. Данная функция работает только на текущий момент. Первую версию мы обновления по данному функционалу, мы сделали то, что она работает только в интеграциях. То есть она работает в API. То есть в интеграциях мы сделали метод, так называемый метод API, по которому можно отправлять запросы и списывать бонусы по номеру телефона. То есть так как это на текущий момент работает только в интеграции, то есть создан новый метод, то это уже можно настроить в 1С. 1С это гибкая учетная система и в принципе вы можете попросить специалиста, если вам это необходимо, чтобы вам он настроил эту функцию, чтобы у вас уже в вашей 1С появилась функция списания бонусов. Вообще это можно сейчас настроить в любой учетной системе, в которой ваши специалисты технически могут внести изменения, то есть доработать интеграцию. Обычно это учетная система либо 1С, как я уже сказал, либо самописная учетная система. То есть если у вас такая учетная система, то вы можете в принципе позвать своего специалиста, попросить его о том, чтобы у вас была доступна эта функция. В таких учетных системах, как например там AirKeeper, ICA и так далее, понятно, что не каждый сторонний специалист может внести туда изменения, поэтому там эта функция пока работать не будет. Планируется то, что эта функция будет в ближайшее время, мы планируем, чтобы реализовать эту функцию в следующих учетных системах. То есть, во-первых, это в UDS-кассире. Мы думаем, что либо до конца декабря, либо уже после праздников, почти что сразу после праздников, появится функция, что это можно будет делать и с помощью UDS-кассир. То есть, списывать бонусы по номеру телефона. И также в дальнейшем планируется, что это будет функция работать в учетных системах Avator, Poster и Fronto. Ну и в дальнейшем посмотрим, какая будет обратная связь и в каких учетных системах, и это тоже необходимо реализовать. Теперь, как включить эту настройку? Эта настройка сейчас в UDS-бизнес, в консоли UDS-бизнес не отображается, и оттуда она не включается. Для того, чтобы включить эту настройку, необходимо написать нам в техническую поддержку на почту Support UDS-app в теме письма указать списание баллов по номеру телефона. В тексте указать email или ID компании. Мы у себя включаем вам эту настройку, отписываемся в ответном письме, мы пишем о том, что у вас в вашей компании эта настройка включена. И в дальнейшем вы можете своего специалиста 1С, например, попросить уже вам реализовать, доработать интеграцию, чтобы у вас в том числе по номеру телефона не только копились бонусы, но и списывались бонусы. Теперь, внимание, здесь есть важные моменты. Первое. Мы не рекомендуем включать эту функцию без особой необходимости, так как она сокращает возможности работы с клиентами. Мы понимаем, что мобильное приложение – это инструмент коммуникации с клиентом, и мобильное приложение приводит к возможности получения большей прибыли при работе с клиентами. Потому что в мобильном приложении большой функционал, там можно и получать обратную связь, что является основой программы лояльности, отправлять пуш-уведомления, поздравлять с днем рождения и так далее. То есть мобильное приложение позволяет лучше выстраивать работу с клиентами. И поэтому, почему мы изначально сделали, что по номеру телефона можно только копить бонусы, чтобы у клиента всегда была мотивация скачивать приложение. То есть клиент накопил бонусы, он приходит к кассе, ему кассир говорит, слушай, друг, а у тебя уже 500 бонусов. Скачай приложение, с помощью приложения ты уже сможешь списывать бонусы. И у клиента классная мотивация, хорошая мотивация скачать приложение, и уже в дальнейшем, ну так как он скачал приложение, вы можете с ним налаживать коммуникацию, налаживать работу, он может с помощью приложения, как в интернет-магазине, совершать покупки. Второй момент здесь важный о том, что если по номеру телефона у вас включена функция списания бонусов, то клиент может назвать чужой номер телефона и списать у него бонусы. Например, я могу подойти к кассе, назвать чужой номер телефона и, соответственно, списывать бонусы. Можно, чтобы избежать данного факта, вообще на корню его избежать, можно настроить смс-подтверждение при списании. Я думаю, вы такие системы встречали, это когда я называю номер телефона, хочу списать бонусы, но мне приходит в телефон смс-код, который я должен назвать кассиру. Но вот эта настройка с смс-подтверждением, она настраивается внутри учетной системы, то есть здесь UDS ни при чем. То есть UDS, то есть как происходят запросы, то есть клиент подходит, называет свой номер телефона, учетная система отправляет запрос в UDS и говорит, сколько у него есть бонусов. Называется там, 500 бонусов есть, клиент говорит, хочу списать, в этот момент учетная система отправляет смс клиенту на указанный номер, приходит код, код вводится в учетную систему и дальше уже опять отправляется запрос в UDS о списании бонусов. То есть здесь именно при подключении смс-подтверждения UDS ни при чем, то есть не UDS должен настраивать эту интеграцию смс-подтверждения. Это должно настраиваться там, на стороне 1С, 1С, взаимодействие 1С с смс-сервисом. Но понятно, можно эту функцию не включать, ну то есть смс-подтверждение, а просто давать сразу клиенту списывать бонусы по номеру телефона. Теперь, что это дает, почему мы вообще сделали эту функцию? Мы это сделали по той причине, что это дает гибкость. У некоторых компаний, в чем заключается данная гибкость? У многих компаний, ну не у некоторых компаний, есть аудитория, которая не может использовать приложение, например, пожилые люди. У нас есть компании-аптеки, которые, ну, довольно весомая доля таких клиентов. Понятно, что мы на своей практике, в своей работе видим, что у пожилых людей тоже никаких проблем нету работать с UDS именно с мобильным приложением. У большинства пожилых людей сегодня уже смартфоны, и все разбираются уже в социальных сетях, даже в ТикТоке, и поэтому у них нету проблем со скачиванием приложения. Но все равно при общении с такими компаниями, у которых такая аудитория есть, все равно приходится, ну, как бы, этот момент объяснять, его доказывать и так далее. На что уходит много времени, и все равно предприниматели остаются в каком-то скептическом отношении, что типа, ну, нет, я считаю, что все-таки пожилым людям это будет сложно. И поэтому мы решили, ну, добавить этой гибкости, чтобы этот вопрос сразу закрывать и, как бы, не спорить с предпринимателем, и если он хочет, чтобы у него списывались бонусы по номеру телефона, он может это сделать для своей компании. Второе. Дает возможность выключать крупные компании. Это вопрос к тому, что крупные компании, они хотят, в большинстве крупных компаний, они всегда хотят альтернативный способ потратить бонусы. То есть не только с мобильным приложением говорят, ну, вот, мы крупная компания, мы хотим еще, чтобы клиенты имели возможность списывать бонусы, не скачивая приложение. И, в принципе, тем самым мы захватываем эту аудиторию крупных компаний, именно сделав такое обновление, что по номеру телефона можно и списать бонусы. Больше клиентов для UDS. Кого-то смущает, что работа ведется только через приложение. Мы собираем обратную связь при работе с клиентами, собираем обратную связь с наших партнеров, и мы заметили о том, что многие партнеры не могут договориться с предпринимателями, потому что не могут отбить вот это вот возражение о том, что они говорят, вот, приложение не будут скачать, мои клиенты не скачивают приложение и так далее, и так далее. Понятно, что мы объясняем этот момент. Понятно, что уже сегодня 20 миллионов скачиваний, и это уже котор-аргумент к тому, будут ли твои клиенты скачивать приложение. Если уж 20 миллионов человек скачало, твои 10 тысяч клиентов уж как-нибудь скачают приложение. В этом нет никаких проблем. Но все равно на это приходится уделять время, на это приходится тратить энергию, это объяснять, и все равно находятся предприниматели, которые говорят, нет, я не верю, я бы хотел, чтобы не обязательно нужно было скачивать приложение. И мы думаем, ну зачем нам потерять этих клиентов, почему бы нам не сделать данную гибкость, и если он хочет уже в своей компании так работать, то он имеет на это, ну как бы, право, это его желание. Ну не хочу пиарить UDS, здесь UDS выступает, ну в данном случае можно ему всегда сказать данному клиенту, окей, не хочешь пиарить UDS, не веришь в приложение, никаких проблем, вот по номеру телефона у тебя клиенты будут копить бонусы и списывать бонусы. То есть все, то есть твои клиенты даже не будут знать про UDS, потому что, ну, твоим кассирам не нужно просить клиента скачивать приложение, вот твоя компания, вот так и работает. То есть в данном случае, то есть UDS, он как бы выступает в качестве двигателя бонусной программы в данной компании, то есть знаете, как будто автомобиль лада, а внутри стоит движок от Рено. И как бы там стоит движок UDS бонусной системы, но клиенты не в курсе, что это действительность UDS. Понятно, когда клиенты скачают приложение, они будут приятно удивлены, что, например, они скачают приложение в другой компании, и они увидят карточку этой компании, ну, то есть в той, которой также им не рассказывали про UDS. Следующий момент – это снижение оттока. Некоторые компании уходят от UDS, такое, к сожалению, есть, и подключают простые бонусные системы. То есть мы работаем с клиентами, мы работаем с оттоком, и опрашивая их, мы заметили, что некоторые клиенты уходят от нас, и когда мы задаем им вопрос, а что вы будете использовать другого, какую бонусную систему вы будете использовать, какую вы будете использовать программу LSE, они говорят, а мы будем вот использовать, что-то приложение это сложное, мы вот будем использовать простое что-нибудь, вот типа по номеру телефона списал и накопил бонусы. И мы подумали, а зачем нам, ну, мы можем снизить круто отток. То есть просто, ну, добавив данной гибкости, и тем самым не терять этих клиентов, потому что эти клиенты – это как бы деньги, вознаграждение, вознаграждение нашим партнерам, зачем нам отказываться от этих клиентов, поэтому если клиент не хочет работать с приложением, то это его право, и тем самым мы снизим отток. Хорошо. Ура! У нас возможности бонусной системы UDS стали шире. Я еще раз напоминаю о том, что мы не рекомендуем без особой необходимости включать данную функцию, потому что мобильное приложение – это сильный маркетинг. Но все равно, если необходимо, то есть предприниматель очень уж хочет списывать бонусы по номеру телефона, и он вообще хочет простую бонусную систему просто, чтобы по номеру списывать и начислять, то такая возможность и есть в UDS. Теперь я перейду ко второй части UDS как движок бонусной системы. Эта часть, она больше про крупные компании, про крупные компании, у которых есть свой отдел, можно сказать, технических специалистов, отдел разработки, который может настраивать, на своей стороне могут настраивать гибкую бонусную систему. Я думаю, сейчас начну, и я думаю, вы поймете, о чем идет речь. Это больше подходит, вот то, что я сейчас скажу, это больше подходит для крупных компаний, у которых есть свои интеграторы. В действительности у нас в UDS API, вообще интеграционных возможностей стало настолько много, что можно произвольно начислять или списывать бау. В качестве идентификатора там используется номер телефона или ID компании. Ну, то есть, в действительности, компания, у которой есть свой отдел разработки, свои интеграторы, могут с помощью UDS произвольно вообще за любые события, которые им захочется, начислять и списывать бонусы. И использовать какой-то более расширенный свой маркетинг. Давайте, например, клиент купил, я не знаю, там, кубнику, и через, там, две недели, то есть, учетная система видит, что клиент купил кубнику, и через две недели она делает события, учетная система, что начислите этому клиенту 100 бонусов и расскажите о том, что вот вам эти 100 бонусов для того, чтобы ты купил себе, там, не знаю, клубничный шампунь. Мы видим, что ты любишь клубнику, а почему бы не сделать так, чтобы клубник тебя сопровождал везде, и вот тебе там клубничный шампунь. Или начислять бонусы, повышенное количество бонусов за какой-то купленный конкретный товар. Вот, например, компания делает акцию, если вы купите молоко вот такого вот производителя, то вы получите 50 бонусов, ну, как сверху получите 50 бонусов. То есть, в действительности, компания может начислять совершенно за что угодно, по любой логике, бонусы, используя при этом UDS. То есть, клиенту также будет приходить пушеведомление о том, что начислены бонусы, ну, и также в комментариях там можно указать, за что эти бонусы начислены. Просто в данном случае учетная система должна в UDS отправлять запросы. Ну, например, вот этому клиенту начисли бонусы, вот этого клиента спиши эти бонусы. Просто учетная система сообщает UDS, что делать. И UDS, соответственно, это делает по произвольной логике, которая в учетной системе, эта логика заложена. Теперь, это позволяет, как я уже говорил, подключать большие компании. Больше компаний и как бы большие компании. То есть, в данном случае UDS, мы это уже затрагивали, выступает в качестве двигателя. То есть, крупные компании, вместо того, чтобы разрабатывать свою бонусную систему, поэтому, так как на это тратятся деньги, время самое главное, то она может просто воспользоваться готовым решением, то есть, готовым двигателем. То есть, компания создала автомобиль, и чтобы самим еще и не делать двигатель, они просто берут движок UDS, условно говоря, и вставляют в свой автомобиль. Это, конечно же, значительно экономит средства и время. И тем самым, компанию крупную это полностью удовлетворяет, потому что она сама решает, на что начислять бонусы, на что списывать эти бонусы. Это нестандартная работа UDS. Для использования этого механизма у компании-клиента должны быть свои разработчики. Ну и понятно, что это крупная компания, у них должны быть какие-то маркетологи, которые будут строить цепочку, воронку, эту, коммуникации с клиентом, с начислением и списанием бонусов. То есть, эта история, я хочу, чтобы вы, как партнеры, имели это в виду, о том, что когда вы будете общаться с крупными компаниями, если вам крупная компания будет говорить о том, что, ой, а я там хочу, чтобы вот бонусы начислялись там, вот за этот товар там начислились больше бонусов, а вот за этот товар меньше бонусов. Или я хочу, чтобы там какие-то свои логики строить по начислению бонусов, которые мне выстраивают маркетологи. Вы должны иметь, что у вас такая возможность есть, в UDS такая возможность есть, но здесь стоит проговорить о том, что вот это технически, вот эту вот отправку запросов о начислении и списании бонусов делают специалисты внутри клиента, внутри компании клиента, потому что у них должен быть какой-то свой отдел, который, ну, как бы, по этой логике, которую выстроят маркетологи, написали вот этот алгоритм по отправке запросов в UDS. Я надеюсь, постарался объяснить вот этот вот технический вопрос как-то простым языком. Ну, у нас сейчас будут вопросы-ответы, вы сможете, конечно же, что-то уточнить, если что-то было непонятно. В этом случае, конечно же, компания также отображается в приложении UDS, он может использовать все функции продукта. Вообще, я расскажу пример. У меня были уже подобные диалоги с крупными компаниями. Например, я недавно общался с компанией, которая занимается доставкой воды. Это крупная компания, она, как бы, известна по всей России, и они сообщили о том, что мы бы хотели свою логику начисления бонусов. То есть мы, как бы, не хотим сейчас, ну, особо много времени тратить на разработку своей бонусной системы, и мы бы хотели использовать ваш двигатель, условно говоря, ваши алгоритмы, но хотели бы свою логику начисления бонусов. Например, мы хотим, там, давать бонусы, ну, по своей логике, то, что клиент, там, купит третью бутылку, сразу закажет, он получит бонусы, или клиент, там, бонусы получает через две недели к какому-то другому тригентному событию. И в диалоге этой компании мы, конечно же, мы уже, так как у нас появилась такая возможность, мы говорили о том, что вы можете UDS использовать вообще как хотите, вот вам двигатель бонусной системы, и как хотите, списывайте бонусы как хотите, начисляйте эти бонусы, то есть совершенно ваша логика. И у этой компании были свои технические специалисты, они говорят, мы все поняли, мы поняли, что у вас этот движок есть, и, соответственно, у нас переговоры пошли на второй этап, уже изучение деталей и так далее. То есть вот у нас появляется новый сегмент клиентов, это крупные компании, которые хотят, ну, бонусы защитить по своей логике. У меня на этом все. Большое спасибо. Такой у нас короткий вебинар, но очень емкий, потому что мы решаем этим обновлением несколько важных задач, как я уже говорил о том, что можно подключать больше компаний, можно снижать отток и закрывать довольно частые возражения. На этом у меня все. Спасибо. Сейчас у нас будет вопрос-ответ. Я остановил запись. Запись будет. Продолжение следует...